Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения испытания месяца Seedmare Civilization 6 за Норвегию, которую вы можете параллельно со мной, в общем-то, проходить, ну или после того, как я пройду и, не допуская мои ошибки, все, у кого есть шестая цила, могут, собственно, параллельно это делать. Ну, подробности первой серии, так что, если вы ее пропустили, ссылка на плейлист со всеми сериями в описании в прикрепленном комментарии, кликайте, переходите, смотрите, что там такое, а спонсоры канала, кстати, все серии могут увидеть сразу в том же плейлисте, спасибо большое вам за поддержку. Давайте продолжать. Так, у нас тут буря не у нас, у нас не у нас какой-то Стоунхендж построил, блин. Фу. Черт. Кстати, а я ведь... Нет, я не мог Стоунхендж... Ну, если бы я здесь остался, то, наверное, на месте этой... Этого болота мог бы Стоунхендж построить, конечно, но в данном случае... Пожалуй, ну, теперь нас точно никто не может с религией со следующей... Эээ... Как его, обогнать? По-любому мы хотели трудовую дисциплину брать, а не накорми мир, так что... Чисто ради денег. За деньги, да, как говорится. Так. Столько нам науки дадут? 65 науки, так. Столько науки, что даже деньги открыли. Так, крабиков. А, здоровье восстанавливает. Так, нету смысла грабить. Нету смысла грабить. Ападан устроит. Ну, я поплывем дальше. Искать следующих жертв. А тут просто... Подождем, когда он восстановит все, чтобы пограбить заново. Ну, нормально, согласитесь, науке дает вот это все разграбление. Так, давайте строительство. Чтобы лесопилки строить на наших красивых лесах. Будет постоять полечиться, я думаю. Может, здесь никакие лесопилки не построил. Так, сейчас стоим, просто ждем. Когда кампус восстановится, чтобы его пограбить снова. Я не вижу здесь смысла играть миролюбиво. Когда у тебя дракары, которые тебе столько выхлопа дают. Так, следующим ходом у нас религия, да. Ну, пророк. Пророк следующим ходом. Религия, наверное, должна быть тоже следующим. Так, игра предлагает тут поставить. Типа, чтобы еще один город потом влез. Мне кажется, надо пошире. Надо пошире. Так, ну, норвежцы у нас протестантами будут, конечно же. Трудовую дисциплину. Ну, и, наверное... Блин, вот надо подумать, что взять. Можно Гурдвару. Или в науку. Знаете, все-таки... Ну, вообще, нас там мало... Нет, давайте межкультурный диалог. Семь производства. Огонек. Так, сколько... Кто хрен знает, сколько до следующей. Просто, я думаю, может мне сразу поселенца строить. Или все-таки монумент доделать и героев взять. Я просто не уверен, что тут герои прям must have. О, компонг. А компонг что дает? Давайте при разграблении глянем. Там, значит, где-то еще и рабочий, по идее, плавает. Иоанн Креститель основал протестантизм. Обогнал Иисуса Христа, прикиньте. Раньше него... Блин, не знаю, хочется поселенца почему-то строить. А не монумент. Кампусы плюс два. Ну, тут рифы, вон, так, ну, как бы немного будет давать. У меня тут кампусы... Я поэтому и взял межкультурный диалог, потому что я понимаю, что у меня тут науки не особо много будет. Хорошо, а куда я хочу следующий город? Сюда, что ли, ставить? Вот тут где камень? Так, там нету... Мне кажется, куда-то сюда его надо. Ну, чтоб... Тундрия. Не, ну, хотя бы... Хотя бы два города надо поставить. Все-таки, мне кажется, надо... Вот с тремя городами, а потом я буду покупать. Тем более я прокачал Магнуса, извините, на... Так, я думаю, надо отойти пока. Песченочку тоже строит. О, захватили юнит рабочего. Всегда приятно. Да, пророка нам больше не надо, кстати. Так, поселенец есть, производство есть. Два влияния есть. Полководцы, ученые, наверное, не нужны. Клетки пока тоже покупать не буду. Строители, вера, чудеса. Создание юнит. Давайте в НРПК содержание поставлю. Пока денежку буду копить. Ну, кстати, тут... Как раз табак можно обработать и китов. Надо было сразу плыть рабочим за этим поселенцем. Тоже здоровье. Да блин. Тут все здоровые такие. Фига мне ваше здоровье. Надо как-то тут баражировать рядом с Индонезией. Просто все остальные как-то далеко, чтобы их грабить. А Индонезия, вот она. Она бы еще куда-то третьего... Еще одного посла... Ой, посла. Поселенца повела. Надо тоже, чтобы где-то рядышком поставила. И дала возможность себя пограбить. Так, аккуратненько. Не открываем чудо. Ну, один заряд у рабочего. Но все равно, один заряд он никогда не помешает. Вот куда она ведет этого поселенца? Сюда, так вроде никуда не влазит. Ага. Вот тут. Ну, странные места. Так, я не понимаю. А почему... Почему город Норвегии какой-то дополнительный... Вот я поставил Нидерас. Он взял вот тут клетку. Вот сейчас Осло поставил. Вот эту клетку почему-то добавилось. Хотя вот этот неубитый копейщик. Непрекаянный. Раз монументы нач... А, блин, тут еще и янтарь. Наверное, янтарь сначала обработаю. Что там? Еще 10-21. Ну, а тут в теологию надо идти, чтобы соседство священного места. И поэтому я открываю драму и поэзию. Здесь так-то, конечно, в ученичество. И хотя... Что там ученичество? У нас производство от священных мест так прилично должно идти. Игра предлагает здесь ставить. Ну, кстати... Хм. Я могу тут поставить, а потом еще где-то вот здесь. Ну и здесь потом влезет. Вообще тут ничего так. Мне нравится. Единственное... Мне надо в токе какой-то наземный юнит сделать. Да, и плюс еще в теологии наша ставкирка. Но, наверное, пока в следующую эпоху не выйду, ставкирку не буду делать. Так. Лучника построим, я думаю. Или, слушайте, или монумент и какого-то... И какого-то этого. Точно, какого-то героя. Пока поселенцам стоим, значит. Че, он тут ничего чинить не собирается? Или вот он сделал рабочего, сейчас как раз починит. Так, давайте отойдем из-под выстрелов стен. Стен. Так, вот сейчас надо решать, какого нам тут... Делать... Героя. Мне вообще Мауи понравился, который... Может... Ресурсы на клетках делать. Так, Ереван развлекательный комплекс. Всадники. Торговый путь. Торговый путь. Я, конечно, в Канде бы торговый... Но, опять же, повторю, у нас никуда не добегут, пока... До Наски добегает из Осла. Но нам гавань нужна, чтобы дальше... Было. Так. Взяли Мауи. Торог два силы. Вот и разберемся сейчас. Я хочу вот здесь вот... Вот здесь какой-нибудь ресурс поставить. Посмотрим, какой это... Да я понимаю, что там рандомно абсолютно. Просто стоит здесь. Может отойти надо, чтобы он кто-то делал. Математику, инженерное дело ускорили. Ни хрена себе. Это что, нам с руинки два ускорения дается сразу? Так, ну у нас есть из Осла на самом деле... В Наску. И Наска хочет, чтобы туда отправили караван. Так что я, наверное, караван построю здесь. Или кампус строить. Это, наверное, караван сначала. Ты гавань бы построить еще. Много чего надо. Производство у нас есть теперь. Давайте посмотрим, как он работает. А, на бесхозном и пустом. Да, зачем читать... Описание. Ты реально починил. Подождем. Рабочий, наверное, вот сюда пошел. Ремонтировать рудник. Ауч. Так, пока, наверное, не меняю. Опять же, способность попробуем. Кайф. Рядом с чудом. Вылечимся. Монумент. Как тут вообще со священкой? Плюс пять. Есть плюс шесть, но не хочется вырубать лес, я напоминаю. Я бы сюда, наверное, ставил на плюс пять. А кампус где? Плюс один, плюс один, плюс один. Ну, нормально вроде. Ставангер так вообще рядом с чудом. Он плюс шесть. Но тут, опять же, лучше не чудом, а лучше рядом с лесом. Вот сюда лучше будет, наверное, на плюс семь поставить. Вот, смотрите, я могу рабочего захватить. Кайф. Это способности, я понимаю, у Норвегии. На такой карте это просто огонь. Да, и рудник вон пошел. Обрабатывать рабочий. Ну, и открываем теологию. Вопрос только, может, тут что-то поменять? Блин, ну надо бы, наверное, больше. Хотя. Тут не хочется пока поселенцев больше делать. Хочется их потом в следующей эпохе покупать просто. Возможно, лучше больше дракаров сделать. Но, опять же, вот тут надо что-то, желтую какую-то карточку ставить. Здание строителей. Может, все-таки уменьшать стоимость покупки клеток пока. Так. А здесь на дракары поставлю. Клин, подожди. Что я в столице вообще строю? Там я вообще только монументы строю. Тут торговца. И после торговца я думал... Я думал кампус сделать. Или гавань, да? Может, тут сначала гавань... То есть, нету смысла нам ставить на... Постройку дракаров вообще. Ладно, просто покупку клеток. Убился от меня варвар. Но этого надо вернуть, вылечить. Так. И Наска и Рапануи хочет караван, но, в первую очередь, в Наску. И, наверное, засоюзим ее. Ипполита нам дали. Ну, не дались, если мы можем нанять переполита. Так. Береговой рейд. Чемочу-пикчу можно было бы построить. Давайте инженерное дело. Мачу-пикчу в данном случае прикольное чудо. 42 науки и 140 золота. Не, ну тут это просто огонь вот это. В данном случае играть за Норвегию, конечно, кайф. Так. Вопрос. Сначала гавань, потом кампус или наоборот? Наверное, я бы сначала гавань строил. Так, у нас куча денег. Может мне амбар купить? Строителя могу купить. Ну, я пока не вижу, чтобы я тут что-то... Хотя можно Восло купить строителя. 215. Так, мне хватит и на то, и на то. Давайте здесь амбар купим. Чтобы город рос. А Восло строителя. Чтобы обработать табак и китов потом. Ага, это денег, это чисто здоровье. Ну, нету смысла. У меня и так дракары лечатся на нейтральной территории. Я подальше хочу просто от этого лагеря отъехать. У меня тут не... А вообще, наверное, просто могу в этом встать. В океане могу встать, и никто меня не убьет. Так, а куда эти разбежались? Скаут. А во еще. Германия, походу. Нет. Не факт, кстати. Не хочу пока я в этой эпохе. Не хочу особо больше кого-то встречать. Так, у этого сколько зарядов? Два. Тут еще тоже лес сгорел вот этот, поэтому нормально табак. Так, слушайте, а этот... Надо хочу убить сначала этих ребят всех. Надо попробовать вот тут на снегу. Ну, в принципе, с другой стороны и священное место вроде ставится. Дали очки эпохи, потому что там сгоревший лес был. Типа. Восстановили. Не, мощно-мощно за Норвегию. Да блин. Мне сейчас производство тут убьешь. Вот с этого лагеря, да? Где, наверное, гипс? Обработаем. Тут один раз можно купить, а до китов еще две клетки выкупать. Был скаута как-то под него выводить. Тоже ошибция. Ремонтировать потом это священное место. Опа, Канди мне войну объявила. О, не сломала. Отлично. Стоим просто, пока атакуют скаута. Это хорошо. Я уже думал, поломают нас там. Надо не забывать, что мы не теряем ходы, спускаясь на море. Опять же, за Норвегию. Надо пойти этим парнем разобрать. Ну, кстати, можно будет поставить какой-то ресурс, да? Так, есть гавань. Как раз не могу пока кампус поставить. Буду маяк строить. Опа, квадриремы. Ну, квадрирему надо бить. Эфиопия может... Блин, я, походу, минус скаут. Эфиопия может покупать морские юниты за веру. Но у меня нет ощущения, что она им... Хотя... Ушла какая-то вера. Возможно, и пользуется. Так, значит, я священное место вроде сюда хотел, да? Только я понимаю, что тут есть и плюс 7. Но здесь священное место на снегу, на котором больше вообще просто ничего не строится. И, к тому же, рядом с лесом. Тоже что-то, да, чтобы не вырубать. Так что я, наверное, сюда вставлю. Нам бы, конечно, еще разнести протестантизм. Там он тут слабенько будет. Опадана. О, походу, не убили мне скаута. Даже не атаковала. Блин. Знаете, тут встану. Не хочу просто встречать эту цивилизацию. Лесопилки могу делать. Наверное, надо. На этой клеточке. Офиглюми обстреливает. Сейчас, может, и убьем. Точно. Пока стою здесь. 8 ходов до конца эпохи. Хорошо. Хорошо. Попробуем лагерь забрать. Пока там вышли. Не, не, никакого мира у нас не будет. Ты у меня... Как поставщик науки и денег. Ближайший. Так, ну... Соседство. Священного места надо ставить. Клетки. Не буду сейчас никакие покупать. Извините, это все-таки... Плюс 7 производства. Блин, все время забываю, что подконтрольные нельзя использовать. Ну, тогда, наверное, здесь сделаю. В этом месте. Я знаю, что можно и лечиться. Я не обязательно грабить, я могу просто встать на нейтральной территории. У меня будет лечиться. Галера. Плюс производства за каждый улучшенный тип ресурса. За каждый улучшенный тип. Ну, то есть, у нас тут рыба, гипс и олень. То есть, это будет плюс 6 производства еще, что ли? Давайте проверим чисто. 38,3. Обновиться следующим ходом. О, Биовульфа, кстати, дали. У него странная какая-то способность. Блин, пойдите, встретили. Все-таки, которые я все пытался не встречать. Да, потому что... Ну, пойдите, какая-то крутая. Сука. Я думаю, может сюда отправить поселенца и поставить. Дает 3 золота и 2 культуры с средним клетком. Город, владеющий, пойдите, получает плюс 4 золота на исходящих международных торговых путях. То есть, вот этот... Например, этот будет еще плюс 4 золота иметь. По-моему, круто. Так, ну пошли, наверное, пока... Ученичество. Мы его все равно пока никак ускорить не можем. У меня тут холмов нету. Брудники строить. Так, что-то оно нифига сюда не добавилось. Может, во время... Хм. Что там? Города получают плюс одно производство за каждый улучшенный тип ресурса. Одно производство за каждый улучшенный тип ресурса. Что-то нифига не добавилось. Что-то я, видимо, не очень понимаю тут. Нормально. Слушайте, это какой-то... Вот этот чувак, это слишком круто. Он же может и... Ну, и бонусные просто ставить. Но он мне уже второй поставил этот. И еще 2 заряда. То есть, он потом исчезнет. Его можно будет опять нанять. То есть, он 4 может ресурса роскоши поставить. Нифига. Это что-то очень круто. Ну, очень круто. Круто, тенюшка. Ребята все починили мне на радость и на разграбление. Так, есть маяк. Два хода. Так, Артемиду не охота. Мачу-пикчу можно, конечно. Но я бы, наверное, сначала святилище построил, чтобы разнести веру. Раз я тут достроиваю священное место, чтобы производство появилось. А ну, само как-то слабенькое. Один из ходов. Эх, не дал разграбить территорию. Ладно, полечусь. О, один ход. Само добавится один ход. Хотя вот тут есть холмы. И, наверное, леса... Ну, не хочу вырубать. Брудник ставить пока. Да, ученичество нормально так... Добавляет. Так как наш дракарчик вылечился. Ну, поплыли потихоньку наверх, наверное. Закончится эпоха. Можно будет встретить и Дидону там. Так, тут я решил... Куда-то вот сюда ставить. Ну, тут, кстати, центр коммерции скорее. Кампус много где. Тут можно будет потом вот тут лес вырубить и кампус, например, поставить рядом. Я вот тут лучше центр коммерции ставил. А значит, надо эту клетку выкупать и сюда священку. А можно больше не просить у меня мир? Спасибо. Так, я, по-моему, не могу грабить район, когда тут юнит стоит, да. Значит, подождем. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев». А некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, и что дальше? Караван? Кампус? Я уже должен мочь забираться... Нет, все еще нас кайропану и странно. А, я же с Канди в войне, поэтому не могу туда добраться. Хотя, хорошая идея сюда будет поставить. Я не думаю, что этот город сильно влияет по лояльности. Я реально... Блин, только тут варвары мешают. Слушайте, тут варвары... Как-то с ними разобраться бы. Ставкирку еще чуть-чуть рано. Сейчас по Кведуку. Ну, давайте-давайте все-таки кампус. Пока. Если я же смогу... Караваны тоже покупать за веру. Хоть и написано, что Осло обратится, но он позже обратится, чем тут появится священное место. Так что, сначала его хочу обратить. 74 веры, и все. Ну, пока я не скажу, что тут прям много где воровать у меня есть. Мест. Ведь надо к Канди еще сплавать. Блин, реально надо к Канди сплавать. Да, я тут встречу тогда другую цивилизацию. Но ей тоже надо будет объявлять войну, кстати. А тут, может, даже и всем объявлял войну, чтобы их всех грабить. Мышь-викинги, елки. Так. Еще чудо. Вот здесь, в Ермудский треугольник, отплываем. О. Прикол. Индонезия убрала отсюда этот разрушенный рудник. Строит Акведук. С Акведуком, по-моему, здоровье. Это не самое лучшее, что он тут строит. Прямо скажу. Пожалуйста, не рушь. Ну ладно, вон светилище разрушит. Это еще не... Нифига не разрушил, кстати. Так, можем на этой клетке еще что-то поставить. Или просто вокруг... Вокруг чудо на клетках поставить. Тоже, по-моему, неплохой вариант. Блин. Сам же сказал, не встречать это чудо. Поплыл случайно. Библиотека. Храм Артемид. Все-таки, может, давайте какое-нибудь чудеса поставить. Ну, фороский маяк для... Для норвежца то, что надо. Плыть далеко-далеко. Но он добавляет перемещение. Морским юнитом. Да блин, все-таки разграбил свечи. Ну, а думаю, я... Я уже нанял... Этого. Так, ну тут ничего не меняем пока. Кампус у меня 1 на плюс 2 как бы не особо... Мощно. Пока оставляем. Так, ну тут, конечно, монументальность берем. Убиваем этого... Лучника. Покупаем поселенца. 10 веры. 10 производства. Красота. Так. Ну, я тут, конечно, ставкирку уже строил. И... Курдвару. Чтобы расти. Разграбим. Так, можно встречать. Португалию. Слушайте, морские цивилизации, я смотрю. Морские цивилизации. Торговать нечем. Походу, восстановили... Так, я могу уже... Найти чудо. Тэрис. Тунь-у-кун. Могу чуть-чуть к этих героев еще нанимать. У меня еще два города есть. Неплохим производством. Так. Ну, пингалу рано брать. Тут надо что-то морское. Ну, это, наверное, лян. Больше восла. Тут потом аквакультура в будущем. А так, пока что больше этих. Набирать. Рабочих с большим количеством зарядов. Создать стадников задания. Сто процентов. Ну, я за священное место, конечно же. Торговые пути. Мне это нафиг не надо. Давайте отменим торговые пути. Ну, мы не отменим, скорее всего. Короче, я вложусь в священное место. А тут как пойдет. Мне не особо важно. Так, есть священное место. И плюс четыре кубы. Это не особо меня волнует. А вот ставкирочки построить. А вот и Синбад. Ну, Синбад надо будет сделать. Так, сюда. Предлагается. Сюда предлагается. Давайте вот через эту клетку пройдем, чтобы тут... что-то хорошее поставить. Далековато все-таки то чудо. Культуру дало. И веру. Культура, потому что рядом с горой, я так понимаю. Блин, мне точно ученичество надо открывать? Давайте, может, пока обработку железа и математику. Я бы, честно говоря, вообще в массовое производство именно шел. И в каравеллы. Вообще нормально будет город, потому что, видите, рыбы есть. Я понимаю, что ставкирка производства добавляет от морских ресурсов. Поэтому я, например, тут вот в центре не особо хотел ставить. Но тут нормальный город все равно будет. Так, один посол. Ну, пока никуда. Вообще Канди было бы, конечно, хорошо засоюзить до того, как мы все эти чудеса. Понаходили. Но что поделать? 44, 4. Вообще давайте... А, стоп, так у меня же нету железа. Стоп, а что я с ними торгую? Если у меня... У меня же открытая технология с железом, и я его не вижу. Слушайте, а что вообще у нас по железу? Я вообще его видел на карте? Не то, чтобы он мне тут слишком сильно нужен был. Для морских юнитов оно не нужно. Два. А, ну вот же оно. Всегда слепой Леша. Тут, может, же пахит атакуют. Наверное, нету войны с Португалией. Какая-то песчаная буря, что ли, налетела. Походу, вот этим надо к Порту плыть. Там кучу всего грабить. Лавента. Там, вот это, как раз в Лавенте, большие головы можно строить. А, могу здесь поставить. Тут же болото, типа. Болото, интересно, исчезнет или останется? Я так понимаю, что тут сахар должен, раз болото. Ну-ка. Ну, блин, не очень удачно в этот раз. Точно, на болоте еще рис может появиться. Ой. Вот тут как раз Кауту, кажись, хана. Все у нас есть лимит. О, а чей-то, чей-то рабочий был, интересно. Геракла наняли. У Мауи 10 ходов до конца жизни осталось. Ставкирка сейчас появится в Осло. Так, а что это я поселенцев больше не покупаю? Я хочу обработать китов. Просто звук и долян тут прибудет, чтобы покупать рабочего за веру. Вот, наверное, плюс один от модификатора. Это вот за счет янтаря. Я Гурдвару не взял, да? Ну, храм Махаботхи, кстати, неплохая идея тут построить, чтобы укрепить по максимуму. Давайте сейчас амбар, потом храм Махаботхи. Сейчас в третьем тут кого-то. Выглядит как Венгрия. Но тут же эти морские цивилизации выбраны. Португалия, Мауи, Требхуан и все морское. Так что это, наверное, все-таки не Венгрия. В таком случае не должна. Раз морская. Наверное, к перемещению возьму. Тут именно, что быстрее куда-то добежать важнее, чем против морских юнитов. Пожалуй, я здесь поставлю какую-нибудь... А, блин, уже присоединилась клетка. Ну, что на этом попробовать поставить. Просто все равно через десять ходу, даже уже через восемь. Уйдет в небытие. Венгрия все-таки. Но она же не морская. Как же так? Валетта. Вот Валетту надо бы союзить и за веру все в центре городов покупать. Лян прибыла. Покупаем строителя. Значит, этот поселенец у нас пока сюда. Стоп. Его могут... Этого поселенца, пожалуй, куда-то сюда. Вообще, лучше бы сюда. Тут все-таки тундра есть. Ой, чуть-чуть. Я уже забыл, что я большой барьерный... А, нет. Стоп. Большой барьерный риф. Это Галапаготские острова. Вот это. Так, вот большой барьерный риф. Ну, светилище из Тавкирху, я думаю. Так, Контерфорс. Дальше у нас картография. Две гавани мы должны к этому моменту построить. Эти цифры практически ровные. У венгра там дофига. Но я сейчас у него что-нибудь грабану. Какой-то большой устроп у венгра. Похоже. И порта мы пограбим. Всех пограбим. Все как мы любим будет. Всех ограбим. Викинги? Что же хотите? Табак. У нас уже был табак. А, я думал, когда заряды закончатся, он умрет. Уже... Видимо, нет. Так, блин, а как бы мне тут высадиться тогда? Транс-производство, а тут Транс-производство. Красота. Так, а может тут мочу-пикчу тогда пока строить? Или... Нет, давайте... Ну, так как у нас в Конгрессе прошло плюс 100% производство зданий в священном месте, то надо этим пользоваться. Дорог не хватает, конечно. Так. Ну, ставкирку. Должно... Тут модификатор должно 2 добавить. Нет, тоже плюс 1. Как это, как это ставкирка? Не понимаю, что ставкирка, что Йоханнесбург. Почему вот тут вот не добавлять плюс 2, например? Значит, священные места получают дополнительный стандартный бонус заседства с лесами. А, кстати, заседство с лесами. 10 стало, видите? 20 производства, да? Ну и тут, соответственно, тоже... Еще... Еще 2 добавилось. Это понятно. Но... Плюс одно производство... Для каждого прибрежного ресурса в этом городе. Что такое прибрежный ресурс? Может, это не вот эти, не... Не морские, а которые на берегу? То есть, гипс, типа, добавил производство, да? Табак добавил производство. Видимо, вот это имеется в виду. Блин, странное, конечно, описание. А, слушайте, так я же могу высадиться. Я же не теряю ход. Боялся высаживаться, типа, ход. Почему еще одну клетку добавляет? Что-то реально не понимаю. Ну, слушайте, может тут сразу со священного места начать? А мы засоюзим валетту, и тогда просто купим эти все в центре города все, что требуется. Еще вон, ГГшка религиозная. Что-то одни религиозные ГГшки, кстати. Так, ну тут следующим ходом объявляем войну. В Португалии. Торговец. Может, торговца? Наскарапануе из Осло. Валетту, кстати, добегает. А валетта не Сюзерен, никого. Блин, Венгра Сюзерен. Ну, я пока тут плаваю. Я пока еще не объявляю ему войну. Так, значит, этот сюда. Ну, блин, с Тундрой вроде все. Надо уже здесь поставить города. Я, наверное, прям на железо поставлю. Так, Мочу-Пикчу могу. Колосс могу. Он для гор дает коммерции театральной и промышленной. Наверное, давайте Мочу-Пикчу. Хотя, я Мочу-Пикчу могу в Ставангире делать. А колосс я только в Нидоросе могу. Ладно, давайте колосс. Никого мы не принимаем. И со всеми... А еще, что нам надо просто бить всем тут войну. Мы же викинги. Полностью отмороженные напрочь. Еще чудо, да? Да. Я уже так нормально чудесно понаходил. И половину... Еще где-то пятеро должно быть. Это все купы расставляет. Ну, я вижу, что это религиозное. Но я решил венгра сначала обсмотреть всего. Так. Ну, рабочего захватим. Спускаемся со мной в плохих отношениях. Э. Нейнер обратно этими скаутами его захватит. Ну и пофигу. Прямо на китов отправим. Только у него ходов осталось еще в жизни. Семь. Хочу вылечиться. Надеюсь, успеть этот лагерь все-таки разграбить. Блин, хотелось бы, конечно, здесь... Синбада, например, да? Нанять. А я как-то по чудесам пошел. Может, я не прав? Ну, ставкирки точно надо строить? Прям точно. Так. Ну, меня будут осуждать все, потому что у меня куча претензий. Я всем... Да, кстати. Так, венгер осуждает. Потому что я две внезапных войны объявил все-таки не просто так. Но надо ли мне брать героев было вместо того, чтобы чудеса строить? Пишите в комментариях. А продолжение уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Беларуси! Живе Украина! Спонсоры канала могут поискать продолжение прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании, в прикрепленном комментарии. Для всех остальных. Следующая серия выйдет завтра. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.